Третий год подряд в Чебоксарах проходит школа молодого педагога. В рамках проекта решаются вопросы адаптации молодых специалистов в сфере образования. Мастер-классы, тренинги, открытые занятия становятся хорошей поддержкой в начале преподавательской деятельности. 194 молодых специалистов в этом году пришли в сферу образования республики. Если с теорией у них все в порядке, то практику они осваивают, что называется, в процессе преподавания, допуская порой ненужные ошибки. Поэтому так важно вовремя подставить плечом молодым педагогам, дать им правильный совет. Этим и занимаются организаторы школы, создавая систему наставничества и тьютерское сопровождение молодых педагогов. Мы очень вас ждали, потому что очень отрадно. Из года в год появляется система образования вакансий, и эти вакансии заполняются именно молодыми учителями, молодыми педагогами, выпускниками. Идеи и инициативы всегда в цене, особенно если их поддерживают опытные преподаватели. В этом году по итогам предметных олимпиад Чувашская республика заняла седьмое место по России. Учителя, подготовившие победителей, получают грантовую поддержку на республиканском и российском уровне. Время сейчас такое, что время быстро меняется, и поэтому меняется человек, и меняется система. Это неизбежно. Меняется она будет теперь постоянно. И моя самая большая надежда на то, что мы с вами молодые, мы с вами быстро осваиваем технологии, и мы с вами хорошо понимаем человека. Алена Аршинова также отметила, что будущее образование за российской электронной школой. Программа частично уже разработана и в скором времени стартует. Возможно, это отчасти решит проблему нагрузки на молодых преподавателей. Некоторым из них приходится вести несколько предметов и кружков. На самом деле у меня очень большая нагрузка для молодого специалиста. У меня порядка 28 часов. Я вот сегодня присутствовал на тренинге. Называется «Языковая гостиная». То есть мы говорили о диалоге культур. То есть это очень полезная информация. Она пригодится как в работе, так и в повседневной жизни. В рамках форума также обсудят вопросы организации инклюзивного образования. Психологической поддержки молодых педагогов, а также перспективы развития образования в Чуваши. Татьяна Филатова, Анастасия Алангина, Сергей Адушкин, Республика.